МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Страна, гор и гора языков". Так говорят о республике Дагестан. Это удивительный край, населенный различными народами. В настоящее время в Дагестане проживает порядка 100 национальностей, каждая из которых обладает самобытной культурой, богатыми традициями и неповторимым языком. Здесь можно услышать речки на кумыкском и аварском, на лескинском и русском языках. Более 28 языков дети изучают в школах. Действительно, край у нас уникальный, и не только своей многонациональностью, но и таким разнообразным ландшафтом географическим. И, конечно, мы должны обеспечивать разные условия для детей, где бы они ни жили, в каком бы дальнем уголке. Ну, вот представьте, есть населенные пункты, которые от Махачкалы находятся практически 12-13 часов езды, где крайне слабая инфраструктура, часто перебои с электроэнергией, отсутствие устойчивого интернета и так далее. И в этих условиях, постоянные, после каждого дождя, страшнейшие камнепады, как из фильмов таких вот футуристических. И в этих условиях, конечно, необходимо, люди не виноваты, что они живут, необходимо обеспечить равные условия для получения качественного образования. Российский борец вольного стиля Абдул-Рашид Садулаев неоднократно подтверждал звание чемпиона мира и Европы и побеждал на внутренних соревнованиях. Молодой человек родился и вырос в Дагестане. Он с большой любовью отзывается о своей малой родине и с теплотой вспоминает школьные годы. Такая безответственная жизнь была, да? Ты ни о чем не думал, ни о чем не переживал. Учителя для нас были такими авторитетными людьми. Ну, это для нас как родители, да? Мы даже порой иногда учителей больше мы видели, чем своих родителей. Поэтому слово «учителя» это для нас как закон был. Даже вот на перемене, когда учитель просто проходил по коридору, ну и я сам не знал, куда себя деть. Это настолько таким человеком был, да, учитель. И больше всего я боялся, когда учитель, ну, как бы угрожал, да, или там директору расскажу, или же там, если... Или родителям расскажу, это вообще для меня было. Если какое-то замечание от учителей, если родители мои услышат, это для меня, то такая гражданская война могла случиться. Поэтому таким человеком был для меня учитель. Цель нашей образовательной экспедиции – знакомство с образовательными организациями региона и интересными педагогическими практиками. Начнем мы свой маршрут со столицы республики – Махачкалы. Здесь находится Дагестанский государственный университет. Это одно из крупнейших высших учебных заведений в регионе – научный и культурный центр. Дагестанский университет – это флагман, вуз флагман не только в республике Дагестан, но и на всем северном Кавказе. Недавно мы отмечали 90-летие университета, и наш филологический факультет – тоже один из старейших факультетов, тоже 90 лет. Готовим специалистов мы по трем специальностям на отделении журналистики, на русском отделении, на русско-дагестанском отделении. На русско-дагестанском отделении филологического факультета ДГУ мы готовим сегодня специалистов по аварскому, даргинскому, лакскому, лязинскому, табасранскому и кумокскому языкам. У нас имеются все условия – учебная, научная база, преподавательский состав весь квалифицированный, все остепененные, два доктора наук, девять кандидатов наук. В Дагестанском государственном университете обучаются студенты из разных уголков республики. Как правило, у ребят из сельской местности, кто воспитывался в мононациональной среде, уровень владения родным языком выше, чем у тех, кто приезжает на учебу из многонациональных поселков городского типа. Нужно приобщать детей к изучению родного языка к любви. Прежде всего, это нужно начинать с семьи. Я думаю, что в современном развивающемся мире человек обязательно будет изучать русский язык в нашей стране. А вот родной язык, его задатки он должен получить в семье. Ребенок-биболочек должен понимать, что он представитель своей нации, что он представляет не только себя, но и весь народ в целом. И поэтому для него должно быть важно просто знать хотя бы какие-нибудь базовые свои традиции, и язык в первую очередь. Ну, для того, чтобы подготовить специалистов хороших, нужна хорошая база. У нас работают студенческие научные кружки по шести языкам, две научно-исследовательские лаборатории, дагестанская аномастика и бесписьменные дагестанские языки. Наши студенты очень дисциплинные, порядочные. Люди, которые стремятся получать хорошее знание, это дети учителей, педагогов в основном, и возвращаются в свои родные школы. Я буду преподавать даргенский в основном язык, могу также преподавать и русский язык, так как специальность двойная. Нужно увеличить хотя бы количество часов родного языка в преподаваемых школах, так как сейчас совсем мало урока уделяют этому, где-то по одному часу только в неделю. Если раньше хотя бы было по три часа, сейчас вообще сократили уроки. Университет тесно сотрудничает с Союзом писателей Дагестана, Театром поэзии, Республиканской национальной библиотекой и другими организациями. В подготовке специалистов по родным языкам важное значение имеют учебная и производственная практики, встречи со специалистами, а также участие студентов в различных мероприятиях, направленных на сохранение языков. Я думаю, что нужно обратиться к истории родного языка, изучать фольклор больше всего, ну и сохранить таким образом родной язык. Я думаю, что это обязан каждый человек, сохранить свой родной язык. Мы находимся на территории Республиканской экспериментальной школы по изучению родных языков. Это гимназия номер 11, в которой изучают более шести языков. Гимназия номер 11 является экспериментальной площадкой по изучению родных языков, среди которых аварский, даргинский, кумыкский, лизгинский, лакский и табасаранский. Приятно отметить, что у нас на сегодняшний день уже есть учебники для начальной стадии, для первой и четвертой класса, имеют учебники на шести языках. Это и родной язык, и родная литература. То есть литература народа Дагестана изучается также на шести языках. Преподавание родных языков у нас в гимназии очень хорошо поставлено, на хорошем уровне. И дети с удовольствием ходят. Ну вот мы как мотивировать их на этих открытых уроках. Открытые уроки. Ежедневные наши уроки, конечно, это для них открытие. Но наш язык, кумыкский язык, как вы все знаете, очень такой легкий, звучный такой язык. Хотелось бы, например, вот это сказать «Изучение родных языков и литературы имеет огромное значение как в познавательном, так и в воспитательном плане». Это связано с конкретными условиями жизни народа, с его бытом и культурой. Я изучаю свой родной язык кумыкский. Потому что, вот, например, я приеду в село, мне же нужно как раз со своим бабушкой, дедушкой общаться. Они же, наверное, знают русский язык, но не привыкли на нем разговаривать. Поэтому я хочу с ними побольше общаться. В лискинском языке есть много необычных акцентов. Это необычный язык. Он интересный, его не прям так трудно изучать. Наша учительница очень хорошо нам дает знания. Наши родители обучают нас лискинскому языку. Моя бабушка старается разговаривать со мной на лискинском языке. Моя семья, она аварская. Все разговаривают, то есть у них родной язык аварский. И поэтому я как бы хочу тоже знать аварский язык и чтобы разговаривать на моем же языке. В гимназии оборудованы специальные кабинеты, оснащенные всем необходимым для того, чтобы ребятам было проще изучать язык. Особенно, что сказать, спасибо нашему руководителю, я и мне, что она нас обеспечила вот такими кабинетами. История гимназии номер 35 началась в 1928 году, когда в Ленинкенте была открыта советская школа. Спустя много лет, в 2005 году, школа была реорганизована в гимназию с этнокультурным профилем. Кандидат педагогических наук, заслуженный учитель Республики Дагестан и Российской Федерации, краевед Чакар Меджидова, руководит школой с 1990 года. Это необычная школа, где ведется преподавание на двух языках народов Дагестана, на аварском и на кумыкском. Мы не ставим родные языки факультативно, после уроков, нулевыми, седьмыми. У нас они идут в расписание, как русский язык, как математика, как все остальные учебные предметы. Гимназия является Республиканским экспериментальным центром краеведения, этнографии и экскурсий Министерства образования и науки Республики Дагестан. А педагогическим коллективом выпущены и опробированы программы по национально-региональному компоненту. Я создаю сама для своих учащихся книжки, которые называются «Моя книжка». Одна из них называется «Моя первая книжка», где я собрала такие четверостишие о буквах кумыкского языка, где собрала я туда пословицы, где имеются также и загадки, где вот первоклашка, придя на урок родного языка, меня получает эту книжку и может также изучать не только то, что в учебнике, но и продолжать изучение моей брошевки. Также в старших классах, изучая одну тему, я стараюсь как бы разнообразить свой урок, применяя раздаточный материал. Кабинеты гимназии – настоящие музеи, посвященные той или иной тематике. Каждая из них носит свое название, тесно связанное с историей региона и его уроженцами. Расул Гамзатов, аулы Дагестана, Кавказ мой былинный и другие. Ну зачем изучать родной язык? Я считаю, что каждый человек обязан знать свой родной язык. Это ведь его истоки. Если он не будет знать родного языка, он не будет знать свои корни. А без корней мы знаем, что дерево не будет расти. Поэтому для нас это как святое. Мы всегда должны знать свой родной язык и, естественно, передавать его своим будущим поколениям. Я считаю, что родные языки помогают воспитывать подрастающие поколения на традициях патриотизма, любви и уважения к отечеству, чувство гордости за свою родину, вертимости и миролюбия по отношению ко всем народам, проживающим на малой и на большой родине. Мы на основе этой работы обожаем и Дагестан, и любим очень свою Россию. У каждого народа есть своя история, которой они гордятся, которым они подрастающему поколению ставят пример. И вот, естественно, это и у нас есть. И нам, наши старшие, это передают по наследству. Скажем, нам рассказывают, какими-то были наши предки и так далее, и так далее. Но наша обязанность, задача – это передавать следующему поколению для того, чтобы это сохранилось. А сейчас мы находимся в Буйнакском районе, где проживает более 80 тысяч населения. Находится 36 общеобразовательных организаций, в двух из которых мы побываем. Образованный в 1923 году Буйнакский район можно назвать одним из самых крупных и быстро развивающихся в Республике Дагестан. Его удачное географическое положение, уникальная по своей красоте природа и современная инфраструктура обеспечивают благоприятные условия для жизни. Что касается нашего муниципалитета, то в каждой школе у нас есть театральные клубы, в том числе и на родном языке наших дагестанских писателей, инсценировки. Есть школьные хоры, которых мы поем на национальном языке. Звучит классическая музыка на больших переменах, в том числе и наших дагестанских композиторов, инструментальная музыка. Это то, что одновременно происходит во всех наших школах. И, говоря, прекрасно понимаю, что кто край свой не чтит с постоянством сыновьем, тому не понять и далекие земли. Мы находимся на территории Черкейской гимназии, которая расположена на берегу Черкейского водохранилища. Здесь обучается 550 детей, и все они изучают аварский язык. В нашей школе проводятся мероприятия, связанные с нашим языком, с аварским языком. Также мы их проводим очень часто, например, чтение стихов на аварском языке и так далее. И разные такие же конкурсы и мероприятия. Также есть разные проекты и мероприятия, такие как волонтерский отряд, которым мы помогаем благотворительностью, занимаемся благотворительностью, помогаем сиротам, ветеринарам и таким же людям. Жизнь гимназистов очень разнообразна. Помимо традиционных олимпиад и конкурсов, здесь большое значение уделяется проектной деятельности, причем акцент делается на том, что может пригодиться выпускникам во взрослой жизни. Я участвовала в одной проектной работе по сиркохозяйственной деятельности, так как мы все из селения Черкея, то есть у нас у всех есть какое-то хозяйство, мы ведем хозяйство. И я писала исследовательскую работу на эту тему, на разведение разных пород, куриц, и заняла второе место по этому направлению. Значит, что касается наших традиций. Вот в последнее время, как специалист по истории Дагестана скажу, Дагестан привлекает внимание очень много, огромное количество туристов. Я сам являюсь гидом, сопровождающим некоторую группу, специалист по Дагестану. Многих привлекают традиции, обычаи. Я бы хотел, в первую очередь, чтобы на национальных языках народа Дагестана издавались учебники, чтобы часы на уроке родного языка, я говорю родного языка, я не говорю, не то, что аварского языка, дали побольше. Просто, например, я считаю, что если у человека нет языка, то нет смысла, например, этого человека, у него нет истории. Например, у вас русские, вы русские, да? Мы из Дагестана, у каждой нации есть свой язык. Я, например, не буду какой-то индивидуальной или же отличающей личностью, если у меня не будет своего языка, я не буду знать свои традиции, я буду, как все подряд, у меня не будет истории. А если я аварка, я знаю свой язык, свои отдельные традиции, ну, не считая остальных наших общих традиций, у меня есть отдельная история, можно сказать. Вот поэтому у меня есть история новая, отличающая от других, вот так. Школа номер 5 в селе Нижнее Казанище открылась в 2017 году. Сегодня здесь в комфортных условиях обучаются 670 детей. Новая школа также стала культурным центром для жителей района. Все мероприятия, которые в масштабе села, района проходят именно в нашей школе. Потому что и школа новая, и нам есть гордиться тем, что есть что показывать и по работе, и по виду, можно сказать. И с каждым днем мы развиваемся, наша школа развивается. В плане того, что как новая школа, здесь у нас ничего не было, как мы пришли в голую школу. И вот то, что вы видите, это оформление и все это, значит, за 4 года мы достигли определенных результатов. Главное, что меня учил мой дедушка, это оберегать родной язык. А здесь, в нашей школе, все разговаривают на родном. Ну, есть некоторые, есть некоторые люди из других наций, они пришли из других сел. У меня в классе таких два, это Аварис и Доргинец. Я люблю эту школу, потому что здесь можно друг друга понять, здесь все разговаривают на родном языке. Мы стараемся соблюдать то, что наши культурные традиции, искусство, то, что у нас в селе, которое, как говорится, и вот у нас здесь школьный хор свой, свой гимн школы на родном языке. Мы из компонентов, образовательных компонентов, значит, выделяем определенную в учебных планах по родным языкам дополнительно. И вот сейчас, с этого года, нам по внеурочной деятельности, именно то, что по внеурочной деятельности, по традициям и обычаям, уделяется и занятия проводятся именно в этом направлении у нас. Профессионально-педагогический колледж имени Расула Гамзатова – одно из старейших учебных заведений Республики Дагестан. История колледжа началась в январе 1930 года, когда в горном селении Хунзах был создан педкомбинат, переведенный в город Буйнакск в 1934 году. Педагогический колледж носит имя выдающегося поэта современного села Расула Гамзатова. В 1938-1940 годах Расул Гамзатова учился в этом, когда она называлась педагогическое училище, ее окончил. После этого он сначала работал учителем родных родников и так продолжил свою деятельность. Мы основном готовим учителей для горных районов Дагестана. Особенность горных районов заключается в том, что там, кроме официального аварского языка, у каждого селения есть свой язык. И они разговаривают с малых лет на своем родном языке. Некоторые языки эти вообще не сходят с родным аварским языком, литературно-аварским языком. Сегодня это хорошо оснащенное учебное заведение. Колледж располагает тремя учебными корпусами, в которых 70 учебных кабинетов и 7 компьютерных классов. Имеются учебно-производственные мастерские, спортивные и актовые залы, общежития на 550 мест и многое другое. Мы обучаем студентов как будущих учителей, потому что у нас основное внимание, особое внимание уделяется методике преподавания родного языка и литературы. В этом и заключается особенность. И мы проходим практику в школах то же самое, как будущие учителя родного языка и литературы. Кроме уроков родного языка и литературы, которые проводятся у нас на всех курсах, наши студенты проходят еще дополнительную подготовку в области родного языка и литературы. Нами, преподавателями педагогического колледжа, составлены программы работы с будущими учителями как преподавателями родного языка и литературы. И наши студенты после окончания колледжа могут преподавать родной язык и литературу как в начальных классах, так и в пятых-девятых классах общей образовательной школы. Каждый год колледж выпускает около 300 учителей, большая часть из которых идет работать в школы горных районов. Мы готовим учителях родных языков для аварских школ, кумыкских школ, и даргинских, и лакских школ. И поэтому у нас трудности в чем? В каждой группе есть разные национальности, и делением на группы ведутся занятия для каждой этой группы. И здесь, конечно, трудности у нас есть связаны с этим, потому что большинство процентов, 60-65% это аварты. И потом, также 35% бывают кумыки, а других национальностей чуть меньше. Преподаватели колледжа понимают, что их выпускники должны прежде всего нести культуру в горы Дагестана. Также необходимо, чтобы за годы учебы здесь студенты приобщились к мировым достижениям, особенно в области образования. Развивались всесторонне. Я не могу сказать, что они все идут работать в школу, но с удовольствием приходят к нам на уроки родного языка литературы. Потому что у нас работают специалисты с высшим образованием, те, кто прошел школу в школах нашего района, города. Потому что не поработав в школе, не почувствовать ту атмосферу, не пообщавшись с учениками, невозможно работать со студентами. Поэтому я считаю, что опыт мы накапливаем, работая в школе. После школы меня отец вот так напротив посадил. И он мне говорит, он у меня врач. Он мне говорит, а Боруси, ты уже не маленький ребенок, ты уже школу закончил. Тебе уже пора определиться. Или я поступаю в Дагестанский государственный медицинский университет, где он сам закончил. Или ты идешь по своему направлению. Но у меня было огромное желание заниматься спортом. Поэтому вот мое мнение, да, если я люблю и получаю удовольствие от одной профессии, и если я буду делать другой, в этом успеха не будет. Поэтому надо делать ту работу, которая у тебя лучше получается. И у меня это получалось лучше, и я выбрал ее. Мы в Дербенте. На каждой улочке можно найти исторические артефакты. Город, как образовательная среда, где дети знакомятся с историей Дагестана. В дербентских школах ученики изучают более четырех национальных языков. На уроках в этих школах мы побываем. Дербент находится на самом юге нашей страны, на западном побережье Каспийского моря. В переводе с персидского название города означает «узкие ворота», что полностью соответствует расположению на местности в узком трехкилометровом перешейке между горами Большого Кавказского хребта и Каспием. Ну что же, давайте знакомиться с городом и его жителями. У нас во всех школах, во всех образовательных учреждениях в обязательном порядке изучают пять родных языков. Это лесгинский, азербайджанский, табасаранский, даргинский и огульский. Более шести тысяч учащихся у нас изучают лесгинский язык. Около пяти тысяч детей изучают азербайджанский язык. Около трех тысяч – табасаранский, 400 детей изучают даргинский и около 250 детей изучают огульские языки. Целью преподавания наших учителей является не только изучение родных языков, но и привитие любви, именно привитие любви к культуре, к традициям родного языка. Мы отправляемся в гости к самым маленьким жителям Дербента. Центр развития ребенка «Детский сад «Улыбка» – современный образовательный комплекс. Здесь созданы благоприятные условия для нравственного, духовного и физического развития ребенка, в котором задействованы все участники образовательного процесса. У нас получается преемственность с родителями, которыми мы проводим круглые столы, семинары, родительские собрания. Также у нас получается профкомпетенция с педагогом, которую мы повышаем с каждым годом. Также у нас есть этнокультурные технологии, которые мы внедряем также в нашем детском саду, в каждодневной нашей работе. У нас в детском саду, получается, есть доп. образование. В чем оно заключается? У нас, получается, кружковая работа. Это как хореографический кружок, также и у нас танцевальный кружок. У нас все кружки, семь кружков, которые развивают наши же педагоги. Во второй половине дня, получается, проводится у нас доп. образование. Региональному компоненту в воспитании подрастающего поколения уделяется особое внимание. Основная задача, которую ставят перед собой педагоги – познакомить детей с особенностями национальных традиций, проявить любовь к культуре и родному языку. Мы используем такие программы, как так и называется региональная программа дошкольного образования по федерально-государственному образовательному стандарту. Также программа «Дети гор». Такие парциальные программы, как программа художественно-эстетического развития и воспитания ребенка Байромбекова, музыкальное воспитание Агабековой, чтобы формировать у детей вкус, художественный вкус, любовь к музыке, народной музыке, любовь к играм народным. Потому что именно с народа, от истоков родного, ребенок получает то самое внутри, в сердце, и на протяжении всей жизни он это пронесет. У нас много языков, три языка. Лизгинский, Табасаранский и Рожебальдзанский. А тебе все языки легко дают? Ну, мне иногда трудно слова на языках других говорить, но я стараюсь. На русском. На русском? А еще на каком? Иногда на Лизгинском мы с мамой учим его, и чтобы я все слова знала, и чтобы я хорошо разговаривала на Лизгинском языке. Мне нравятся песни петь, мне нравится танцевать, стихи рассказывать. Это и художественно-сетическое развитие, и физическое развитие, социально-коммуникативное, познавательное, речевое по всем областям. Затрагиваются региональные компоненты. Ну, и мы принимаем, дети выезжают часто на экскурсии, такие формы работы проводятся. У нас вот Музей мировых культур, истории, религии. Далее, это на Дом Кубачи. У нас вот на Цитадель, на Рынкала, где дети знакомятся уже. Каждая группа у нас практически старше дошкольного возраста возрастащает вот такие вот объекты, которые очень значимы и любимы, как родные наши места, Джума-мечеть и многие другие вот такие вот места, куда мы вводим детей. И, соответственно, они получают такое впечатление, вот у них это все-таки остается у детей. Это остается. И остается на долгие к тому же годы. Школа номер 4 находится в самом сердце Дербента, в его исторической части. Такое расположение позволяет ребятам в буквальном смысле прикоснуться к истории своего города. Мы рядом находимся с крепостью Рынкала, с крепостными стенами. И вот эта аура, та атмосфера, которая присуща Дербенту, здесь отражается, ну, намного, наверное, сильнее, чем в других школах города. Они, выйдя со школы, могут просто вот прямо подойти и тронуть историю крепостные стены, древнюю Джума-мечеть, магалы. Ну, конечно, у нас есть направление. Мы очень активно сотрудничаем с нашими музеями дербянскими. На крепости проводим мероприятия. И наши дети чувствуют себя, как у себя дома и на крепости. У нас изучаются два языка, азербайджанский и табасаранский. То есть основной контингент у нас азербайджанские дети. Это больше 80%, где-то 15% табасаранцы учатся. В школе делается все для сохранения народных традиций. Проводятся праздники и тематические мероприятия. Встретить школьника в национальном костюме здесь обычное дело. Это тоже является частью образовательного процесса. Давайте прогуляемся по школе и познакомимся с ее учениками и преподавателями. Главной целью в моих уроках является привить учащимся интересы и любви к родному языку и родной литературе. Конечно. Мы пользуемся устной народной творчеством. Например, устное народное творчество у каждого народа есть. Это богато мудростью, конечно, и является сокровищем цель каждого народа. Мои дети, например, знают разные стихи, разные песни, танцы знают. Мы с ними проводим мероприятия. Много мероприятий проводятся с ними. Я сама лизгинка, но мне нравится азербайджанский язык. Я просто сидела на уроках азербайджанского языка, и мне просто стал интересен этот язык. После этого я стала посещать эти уроки и изучать азербайджанский язык. А скажи, зачем тебе знать и лизгинский, и азербайджанский, и русский? Лучше было бы знать все языки, потому что азербайджанский язык... Тут почти все разговаривают на азербайджанском. Хотелось бы тоже понять этот язык. Я хочу вам рассказать о наших праздниках. Наврусбайрам. Прекрасный праздник с наступлением весны. Но расцветают цветы и возрождается природа. Я изучаю английский язык, азербайджанский язык, русский язык. Потому что это наш родной язык, и мы обязаны знать его. В 2017 году обновленная школа номер 18 была переименована в Гимназию культуры мира. Сегодня в этом современном образовательном учреждении обучаются дети с разными этническими корнями. Но объединяет их одно – любовь к своему народу и традициям. Уникальность нашей гимназии, может быть, заключается в том, что коллектив такой интересный, самобытный. Коллектив, который сложился десятилетиями, этот коллектив, он сплоченный, идейный. У нас в гимназии администрация и коллектив школы как единое целое. У нас, за что бы мы ни брались, мы работаем коллективно. Благодаря этой команде мы участвуем в многих мероприятиях, где являемся лидерами. На сегодняшний день у нас в гимназии изучают три языка. Это табасаранский, лезгинский, азербайджанский. Я курирую как раз-таки наши национальные языки, потому что эстетический цикл учебного процесса. Работаю давно в данной школе. И непосредственно сам тоже закончил филологический факультет дагестанского отделения. Так как у нас нет единого языка общения, дагестанского языка общения, когда мы идем, встречаемся в городах или же оставляем свою родину, малую родину, свои села, мы вынуждены говорить на едином русском языке. В связи с этим наши дагестанские языки под большей угрозой, чем другие, например, башкирские, чеченские и татарские языки. Наши дагестанские языки под большей угрозой. Поэтому именно через такие уроки, через такие нетрадиционные уроки, мы пытаемся сохранить, привить интерес к своему родному языку. После пяти лет успешной работы творческая группа учителей-экспериментаторов составила авторские программы курсов и тематическое планирование к ним. Работа изначально была нацелена на духовно-нравственное воспитание детей. Так в гимназии появились такие спецкурсы, как куклотерапия, самосовершенствование, конфликтология и другие, ставшие сегодня составными частями учебного плана. В единстве эти курсы составили программу «Гармония и толерантность». В десятых классах есть предметы «История религий» и «Мировая художественная культура», а учащиеся одиннадцатых классов изучают предмет «Дагестанское единство и согласие». В Дагестане существует такой менталитет, где многие народы находятся близко друг к другу, и они, сохраняя свою самобытность национальную, сохраняя свой язык, традиции, культуру, не забывают о культуре других народов и уважают ее. И я хотел составить проект про толерантность к другим народам. И т.е. дагестанский менталитет включает в себя два аспекта, которые в других местах планеты просто не могут ужиться между собой. Это толерантность к другим народам и культурам и сохранение своей самобытности и национальной самобытности. Это, можно сказать, миссия каждого человека, относящегося к какой-либо национальности, поскольку потеря национального самосознания, можно сказать, это потеря человечности, своей культуры. Если даже у тебя сохраняются какие-то моральные ценности, это еще не означает, что ты до конца сформированная личность. Вы знаете, для того, чтобы достичь таких больших успехов в спорте, ну, в первую очередь, это нужно дисциплина. Нужно уже по ходу, да, проявить такие качества, как характер, сила воли, целестремленным быть. А образование, оно, оно важно для каждого человека, в том числе и для спортсмена. Это имеет, когда человек умен и силен, он идеаль. Поэтому это, вот, я помню, вот, историю расскажу вам. Учитель по географии был. Он, ну, я в школе тоже занимался, но таких, таких результатов у меня-то так, таковы не были. И он мне говорил, обращает, вот, то, что ты делаешь, это хорошо, но учеба должна быть на шаге впереди. Вот, вот, как сегодня я помню его слово. Да, я согласен с ним. Поэтому, ну, если без образования спортсмен, да, как Хабиб сказал, это социально опасный человек. Поэтому надо учиться, заниматься над собой, развиваться. И человек добьется больших успехов. В ладони сердце можно уместить, но в сердце целый мир не уместишь. Другие страны очень хороши, но Дагестан дороже для души. Писал Расул Гамзатов. Любовь к родине и к своим корням рождается вместе с каждым дагестанцем. Именно с народа, получается, да, вот, от истоков, получается, родного, ребенок получает то самое, вот это вот внутри, в сердце, и на протяжении всей жизни он это пронесет. Каждый человек обязан знать свой родной язык. Это ведь его истоки. Если он не будет знать родного языка, он не будет знать свои корни. А без корней мы знаем, что дерево не будет расти. Поэтому для нас это как святое. Мы всегда должны знать свой родной язык и, естественно, передавать его своим будущим поколениям. А дагестанские горе и ущелье чего стоят? Поднимешься на вершину, а там еще другая вершина через ущелье. Оглядываешь вокруг и каждый раз смотришь с новой любовью на эту территорию. Не знаю, я стараюсь вот это привить своим ученикам.